Это полное прохождение игры Final Fantasy 4 и вы присутствуете на его 23 части, я рад вас приветствовать. Вы видите, что я нахожусь перед входом в замок Эблан, а все это обусловлено как раз тем самым таинственным предметом, который называется Нинча Сутра. Кто не понимает, о чем идет речь, посмотрите предыдущую часть. Спросил я у одного из зрителей, для чего он нужен, а выяснилось, что это такой своеобразный юмор и Нинча Сутра это порно-журнал, типа Кама Сутры, что-то такое. Не знаю, что есть в этом юморного. Мне, допустим, совершенно не смешно это, но вот такой разработчики решили добавить сюда секрет и я спросил у зрителя, чтобы он не спалерил, нужно ли его сейчас использовать или нет, на что он мне сказал не нужно. Поэтому я загрузился, чтобы сохранить его, приберечь на тот момент, когда он будет нам необходим. Поэтому сейчас быстро совершаю те же самые действия, что и проделывал накануне. Так, а здесь еще одного нету, а то я нашел его в вазочке. Кто-то забыл, покидая замок. Кто-то забыл. И здесь, да, здесь големы и скелеты, которых нам нужно идентифицировать. Но здорово, что мы нашли этот секрет вот в этом замке Эблан. Сесил контур атакует и тут же атакует самостоятельно. Это классно. Давайте поставим ему клинок сна. Так. Восточную башню покидаем. Да, если у вас есть тоже знания об этих самых журналах. Нет, я не о тех знаниях, которые вы можете получить из них. Лучше вообще не увлекаться такими... Такой литературой или любым контентом. Поскольку он делает вас зависимым, а значит слабыми. Вот. Чтобы не попасть в эту ловушку, не нужно с этим соприкасаться. Но... Если вы знаете, для чего это нужно, здесь в игре, пожалуйста, пишите. Так. Вот это Сутра Ниндзя. Нинджа Сутра на английском языке. Здесь у нас... Мы видим разлом. Как туда попасть здесь нельзя пройти, да? Наверное, значит нужно заходить с той стороны. Вначале посетив эту комнату. Что-то открылось. Может быть даже в той комнате сейчас вернусь проверю. Но... Этот замок представляет просто собой ларец сокровищ. Тут тоже что-то есть. Сандали Гермеса. Крылоту. Если он дали, мне даст Гермес. Во-го! Этот дядька испортил всю песню. Свет. Уходящего солнца называется. Если бы его там не было, то песня вообще была бы прекрасная. Так. Где эти сандалии? Что там они дают? Ускорение. Или полет? Ускорение. А это? Так, а как я так один сундук не открыл? Кто мне скажет? Множество секретных проходов есть в этом замке. Кровавое копье из-за сада. Кровавое копье. Неужели Кейн вернется к нам? Или кто-то еще сможет использовать его? А вот эти вот Куэрлы и Ламия. Куэрлы были в замке Ипсен Кэстл в девятой части серии. Только там они были желтыми. Хорошо их помню. По-прежнему я экономлю Телахом очки магии. Потому что ожидаю, что здесь нас ждет что-то серьезное. И они нам пригодятся. Тем более, что сейчас персонажи обладают немалой силой, позволяющей комфортно расправляться с этими монстрами. Ламия 5000 жизней. Ну, такая себе не слабая дама. Ничего себе. Как она умеет? Ух ты, как выглядит этот меч. Интересно, на серп похож. Я только сейчас увидел. Шлепок. Как это мило. Да, такой интересный меч. Здесь мы получаем 8000 опыта и копье. Конечно, посмотрю, может ли кто-то его одеть. Но, сомневаюсь, что эти персонажи смогут им пользоваться, поскольку у них свой тип оружия. Так. Пока опять же не спешу я падать. Мне очень интересно, что открыла вот эта вот кнопка. Может быть здесь? Нет. Нам нужно туда попасть. Как нам это сделать? Я не выйду из восточной башни. Не взяв тот сундук, вы же знаете. до сих пор забавляет этот журнал. Японцы такие молодцы, ребятки. Занимаются. Сделали. Сделали вот такую вот в игре. Даже не знаю, как лучше это сказать. Сюрприз. Так, ну что, давайте свалимся здесь. Ага. Так, я понимаю. Мы попали туда, куда я хотел. До сундука как добраться? Вот как, то есть это мы упали ниже на этаж и упали еще ниже на этаж. Попав в холодное подземелье заброшенного замка. Не совсем приглядное. Серебряное яблоко, что-то интересное. Ух ты. Кто вы такие? Безумный огур. Больно же, пацаны. Так лупить по голове. Крепкие ребята такие. Жилы их наполнены силой. Глаза яростью. Нашим героям потребуются все их навыки, чтобы одержать победу. Слушайте, достаточно крепкие. Сколько жизней? 5000, но, наверное, очень хорошая физическая броня у них. Сесила раздает контратаку. Щедро. И без упреков. Буду молчать, слово не скажу. И занимается. И здесь сейчас я все-таки скастую плеззагу. Так как уязвимости у них не выявлено, можно третью градацию любой магии стихии использовать. что мы сделаем. Телаху больно так по 400 выбивать из его престарелых сухожилиевые ребята. Немножко сбавьте обороты. 15 тысяч опыта. Вот это то, что всегда радостно получать. Так, что за серебряное яблоко? Максимум здоровья плюс 50. Супер. Супер круто. Опять же, использовать разумеется не буду, потому что нужно будет смотреть, у кого будет со временем ближе к максимальному левелу меньше здоровья и тому и прибавим. Уметь прохождение на 100% подразумевает не только нахождение всех предметов, но и максимально эффективное их использование, разумное по потребностям. Так. Вылечили наших ребят. Эфир и эфир. Так много всего в этом замке. Мне уже здесь очень нравится. Надо было сюда добавить еще текущих монстров, но как мы видим здесь их нет. Ага. Это был выход. Ясно. Возвращаемся. Возвращаемся, потому что не не проходили еще в головную часть замка. В тронный зал, наверное, здесь он присутствует. И мы что делаем? Мы ходим и обтираем все стены. Нет, не для того, чтобы снять с них побелку для того, чтобы найти секретные проходы. Музыка, музыка, но буи мацу настолько может хорошо вписываться фоном для тех, кто осуществляет какую-то трудовую деятельность за компьютером. Поэтому однозначно VirtuaZilla Game Vault рекомендует включать музыку нобуи мацу в фоновом режиме для улучшения ваших рабочих показателей. И сам бы с радостью поработал, но, к сожалению, не смогу тогда игры на 100% проходить. есть вещи какие-то важные, а есть очень важные. Как все игры на 100% пройдем, так и задумаемся о важных вещах. Так, а здесь здесь вот проход сюда все, все логично, рог единорога. Будильник. Да, это оказалось тронным залом. О, может, патрон закатился? Что здесь? Еще один выпуск Сутра Ниндзя. Возмутительно. Сделают Сесила зависимому от этой гадости и он не сможет в полной мере любить Розу. Не будем читать эти публикации. Сесилом прибережем их для того самого случая, где они нам могут понадобиться для чего-то. Интересно, для чего? Поцелуи Девы, дом и золотая игла. Три предмета. так, вроде бы, завершили мы исследование Эблан замка. Но если что-то упустил, уверен, вы поможете наверстать упущенное. А сейчас у нас по плану посещение следующего города, в котором мы уже бывали ранее. Молодец, Сид, произвел скоростной корабль. Так. Мы прибываем на место. Кстати, интересно посмотреть в Бестиаре, где будут монстры, которых мы там нашли в замке Эблана. Мы попадаем в Дамцанский замок. Здесь я после кораблекрушения еще не бывал. И вспомнил, где я не был, о чем мечтал. Пройти бы грум не дальше, но в Дамцанский замок я летал. Так. Помню, что здесь дедушка с бабушкой стоят рядышком. Вот в этой комнате можешь пройти, можно было бы укрыться в королевстве фабул, но туда не добраться. Единственная дорога туда лежит через гуру Хоббс. Надующие с вершины холодные ветры перекрыли путь толстой ледяной стеной. Уцелели только мы. Когда припасы закончатся, нам придется оставить замок. На парящем корабле пересечем мелководье вдоль западного берега и доберемся до Кайпа. Да, сил у бабушки с дедушкой отстроить разрушенный замок конечно же уже не найдется и сделать свою старость счастливой здесь вряд ли им удастся. Но пока запас есть, пребывают тут. Говорить здесь больше не с кем. Поэтому я отправляюсь на выход. это было больно. Если оружие Сесила может накладывать сон, тогда не позволять другим атаковать ту же цель после Сесила, чтобы его тут же не сбить. Вот как нам погрузить эту багги на корабль? есть места где можно проплыть на ней нельзя можно вот так жалко но было бы кстати весьма неплохо если бы сделали возможность погрузки ее на судно и последующей транспортировки в нужный нам регион мира добрались до замка фабула давайте узнаем что здесь монахи говорят лорд Сесил ты вернулся лорд Сесил ты вернулся все мы помним как стояли на его защите лорд Сесил ты вернулся лорд Сесил ты вернулся ты жив ты жив появились новые предметы да вот есть демонские перчатки которых не было штучки три доспехи и шлем все спасибо отлично отлично недостающих предметов докупили это значит не зря приходили так ты жив и здоров так ты жив и здоров так здесь в этом замке никто нинчо с утра не читает его королевство королевское высочество ранен он у себя проходит лечение нам нужно с ним поговорить так патрон здесь ничего не закатывалось да у него комната комната из которой был похищен кристалл и кто знает как это повлияет на баланс сил и гармонию в мире в файнал фэнтези 4 но то что он попал в руки голбизу однозначно говорит о том что нужно его возвращать чем быстрее тем лучше а если возвращать то не позволить ему что-то сделать с его помощью ведь мы знаем какими делами славится этот мерзавец если бы я владел магией так как леди роза да у леди розы не только можно поучиться владению скиллами но и качеством личностным которые гораздо важнее почему в войсках барона есть чудовище они есть голбиз надо остановить они есть не только в войсках барона во всех народностях которые и народах которые идут на зло голбис надо остановить и участвуют в каких-то военных конфликтах почему в войсках барона есть чудовище поэтому если все вокруг станут чудовищами станете ли чудовищем вы хочется верить что нет так я я тоже хочу выучиться на монаха ну правильно и будешь стучать меня и говорить лор лорд сел ты жив не знал что бывают такие свирепые атаки да как хорошо что наши дома в крепости будь они снаружи их бы несомненно разрушили ну что его величество король фабула не беспокойтесь о мне и о фабуле наш народ един и готов обороняться дальше мы будем молиться о вашем успехе спасибо а мы будем надеяться что вскоре увидим короля здоровым снова на троне не беспокойтесь за его величество до того как стать королем он был монахом вот посетили мы второй 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 раз замок фабула и это хорошо ведь его обитатели уже соскучились за нами так что не забывать проведывать их так так глянул быстро все в норме да я хочу поспать в замке фабула ладно лучше отправимся дальше что же у нас есть еще место которое заприметил летая на воздушном корабле там где мы ни разу не были давайте поторопимся туда в такие моменты друзья игра final fantasy хочется чтобы она никогда не заканчивалась и это не относится к четвертой части это относится ко всем частям final fantasy есть такое чувство когда есть столько мест куда можно пойти вот кстати еще пещера в которую нельзя я как понимаю попасть сейчас как бы не хотелось да и хочется здесь снова и снова ходить в одни и те же города наблюдать за циклом жизни который разработчики вложили в финал в этом есть свой шарм которым не обладает ни одна другая игра и мы приблизились к этому самому городу название которого мне доселе неизвестно но в котором мы с вами еще не были не были еще ну что же зайдем в следующей части жду вас чтобы начать его изучение в следующей части в следующей части в следующей части Продолжение следует...